Шалом! Во многих случаях оно сопровождалось вдохновенной речью, которую автор книги «Деяний Лука» называет «говорением на иных языках». Эти языки были неведомы говорившим на них, но понятны тем, кто слышал их речь. Явление это очень странное, ведь как это можно говорить то, чего сам не понимаешь? Чтобы говорить какие-то осмысленные вещи на иностранном языке, нужно сначала выучить его. Есть еще один вариант, это то, что делают мои друзья из Эстонии. Они не евреи, но они очень любят еврейский народ и нашу страну Израиль, и музыку и танцы. И вот они создали группу и дают концерты в разных городах для евреев в разных странах. Однажды их руководитель был в Израиле и подарил диск с записью их песен таксисту. А вот таксист поставил диск, послушал, удивленно спросил, слушай, ты украинец, твои друзья эстонцы, откуда у вас такой хороший иврит? На что мой друг ответил ему, что они на самом деле иврит, конечно, не знают. Они просто выучили наизусть тексты традиционных и народных песен и просто исполняют их по памяти. В этом, как и в речи на изученном иностранном языке, конечно, ничего сверхъестественного нет. Однако говорить слова понятной аудитории, которых ты сам не понимаешь, причем говорить спонтанно, без всякой предварительной подготовки, исключительно под влиянием того вдохновения, которое приходит в данный момент, в сию секунду, это что-то совершенно другое. И вот именно это зачастую и происходило во время сошествия Святого Духа на ранних верующих в Ишуову. То есть уроженцы самых разных стран слышали речи о Боге и его великих делах на своих родных языках из уст жителей Галилеи, которые этих языков не знали и никоим образом знать не могли. Из контекста этой истории также совершенно ясно, что и говорившие, и слушавшие были людьми психически здоровыми и на тот момент вполне трезвыми. То есть источником этого вдохновения был никто иной, как сам Святой Дух. И в этой связи есть очень много вопросов. Но я начну вот с какого. Действует ли Бог подобным образом сегодня? Актуально ли сошествие Духа и сопутствующее Ему явление для нас с вами? Многие люди отвечают на этот вопрос отрицательно. По их мнению, если уж не сошествие Духа, то говорение на иных языках и пророчества больше не актуальны. Почему? Потому что все, что Бог, по их мнению, все, что Бог хотел человечеству сказать, Он уже сказал в Библии. Языки и пророчества были, да, необходимы, но лишь до тех пор, пока не появился канон Нового Завета. А с тех пор, как у нас есть вот эти вот 27 канонических книг, составляющих Новый Завет, никакие спонтанные слова от Бога уже нам больше не нужны. Слово Божье уже есть. Это Библия. И другого быть не может. Соответственно, опыт, о котором свидетельствуют пятидесятники и харизматы, это в лучшем случае или некое духовное излишество, или духовная незрелость. Но это детский сад, на который можно снисходительно смотреть сквозь пальцы. А в худшем случае это откровенная бесовщина. То есть современная дьявольская пародия на древние духовные дары, которые были когда-то, но сейчас больше уже на самом деле не действуют. Вот если это действительно так, то было бы, конечно, разумно ожидать, что сама Библия, на которую так любят ссылаться приверженности такого взгляда, который они так ревненно почитают, сама Библия содержит недвусмысленные указания на исчезновение даров Духа в будущем. А есть ли такие указания в Библии? Да, действительно, Новый Завет говорит о том, что языки и пророчества однажды прекратятся. Однако, когда именно это произойдет? В первом послании Каримской общине, в 13 главе, стихах с 8 по 12, об этом сказано так. Любовь никогда не пройдет. Дар пророчества исчезнет. Дар языков прекратится. Знание станет ненужным. Ведь наше знание частично и пророчество частично. А когда придет совершенство, все частичное исчезнет. Когда я был ребенком, я говорил как ребенок, думал как ребенок, рассуждал как ребенок, стал взрослым, и все детское отошло. Теперь мы видим только смутное отражение в зеркале, а тогда будем видеть лицом к лицу. Теперь мое знание частично, а тогда я буду знать так же полно, как знает меня Бог. Шауль тем самым относит пророчества и иные языки к категории частичных вещей и противопоставляет им совершенству. Но что он имеет в виду под совершенством? Те, кто считает, что духовные дары сегодня уже больше не действуют, говорят, что он имеет в виду канон Нового Завета. То есть, по их мнению, начиная примерно с середины 4 века нашей эры, мы живем в эпоху того самого совершенства, о котором здесь пишет Шауль. Но в таком случае наше знание, которым он тоже говорит в одном ряду с языками и пророчествами, наше знание тоже уже сегодня должно быть, уже давно должно было быть упразднено. Но мы должны уже, другими словами, уже сейчас иметь такое же полное познание всех вещей, как сам Бог во всей полноте знает нас. Знание, по идее, теперь должно быть уже просто не нужно. Шауль об этом говорит в 9 стихе. Но мы почему-то до сих пор стремимся как к интеллектуальным знаниям, так и к духовному познанию. И не считаем невежество благословением. В чем же тут дело? Дело, конечно, в том, что под совершенством Шауль имеет в виду не канон Нового Завета, а то, что на иврите называется Олам Абба, то есть мир грядущий, так называемый будущий век, как он иногда называется в синодальном переводе. Давид Стерн в своем комментарии к еврейскому Новому Завету пишет, что Шауль здесь использует популярный у раввинов прием сравнения нынешнего мира с миром грядущим. С миром, который настанет после возвращения Мессии Иешуа на землю. И вот в этом следующем мире, то есть в нынешнем мире сегодня языки и пророчества имеют свою функцию, а вот в следующем мире они уже будут без надобности. В следующий мир из сегодняшнего перейдут, пишет Шауль, только три вещи — вера, надежда и любовь. В поддержку такой точки зрения есть еще пара хороших аргументов. Во-первых, Шауль нигде не говорит, что пророчество или высказывание на ином языке должно быть принято людьми немедленно и безоговорочно, целиком и полностью, не исходя с места, как слово Божье. Наоборот, он пишет «все испытывайте, хорошего держитесь». Все, в том числе и пророчество и высказывание на иных языках, конечно же. Священное же Писание, с другой стороны, испытывать не нужно, потому что оно уже было испытано до нас, задолго до нас оно уже было испытано, проверено и принято людьми, верующими в Бога Израиля и в Мессии Ишуа, как слово Божье. И также должно, конечно же, восприниматься сегодня и нами, без дальнейших каких бы то ни было проверок и испытаний. Таким образом, то, что Бог говорит человеку через пророчество или через иные языки, вовсе не задумано им, как некое дополнение к Библии. Во-вторых, давайте вдумаемся в позицию тех людей, кто считает, что языки и пророчества, а также вообще духовные дары, упразднены Богом. Лучше всего эту позицию выразил один мой знакомый, иерусалимский пастор, который, подшучивая над теми, кто верит в пророчество, вообще в то, что Бог говорит с нами сегодня помимо Библии, сказал однажды так. «Хочешь услышать голос Божий? Читай Библию. Хочешь услышать Божий голос собственными вот этими ушами? Читай Библию вслух». Если он прав, то пусть он также признает, что Бог пророков и апостолов изменился. Что в какой-то момент он решил, что говорить с нами лицом к лицу больше не нужно. Что личное, живое и непосредственное, то есть без посредников, общение человека с его Творцом — это духовная роскошь, которая была лишь доступна в древности и лишь отдельным особым личностям, таким как Моше, Моисей и так далее. А нам, грешным, для общения с Создателем вполне хватит просто книги. Иначе говоря, тот же самый Бог, который раньше говорил с людьми, правда не со всеми и не часто, сегодня он не делает даже и этого малого. Но при этом он очень, ну очень любит нас, да еще не меньше, чем тех, с кем говорил в глубокой древности. Что это по великой доброте своей, для нашего же блага, он молча выслушивает наши молитвы, а потом глазами указывает на вот эту толстую книгу, все, что я могу тебе сказать на все твои молитвы, я там уже сказал, иди туда. Это напоминает мне старый анекдот. Вот, дорогой, ну скажи мне, что любишь меня. Зачем, дорогая? Я тебе это говорил 17 лет тому назад, в день нашей свадьбы. И если бы с тех пор что-то изменилось, я бы тебе обязательно сообщил. Шутки шутками, но мой знакомый представляет себе Бога вот именно таким молчуном, скупым на слова, на живое общение. На что говорит об этом та самая Библия, на которую он все время указывает. Она говорит, что безгласные, то есть молчаливые, идолы, к которым обращаются язычники. Она также говорит, что Бог Израиля живой. А это означает, что если он говорил со своим народом до пришествия Мессии, то уж тем более он говорит сегодня с нами. Потому что новый завет, который мы имеем с Богом сегодня, лучше предшествующего ему. Я не утверждаю, что он делает это исключительно через пророчества и иные языки. Как именно Бог говорит с нами сегодня, это отдельная большая тема. Но я и не утверждаю, что духовные дары, о которых говорят сегодня верующие в Мессию, причем не только пятьдесятники, а среди самых разных динаминаций люди, это все сплошь и чушь, что бы это ни было. Да, конечно, не все золото, что блестит. Да, в некоторых случаях мы имеем дело с подделками, с незрелостью. И нужно быть и внимательным, и осторожным, чтобы не попасться в ту или иную ловушку, потому что ловушки действительно существуют. Но, то есть, другими словами, не всякий духовный опыт, в котором присутствуют те или иные сверхъестественные проявления, это опыт истинный. Конечно. Но существование подделки указывает не только на то, что есть фальсификатор, но также и на то, что есть подлинник и настоящий художник, который этот подлинник нарисовал. А уж как отличить подлинник от фальшивки, это отдельный вопрос. Но я возвращаюсь к новозаветным иным языкам. Почему Бог побуждал людей говорить на языках, которых они не понимали? Разумеется, Он хотел таким образом днести какую-то информацию до слушателей, которым этот язык был понятен. Но все-таки зачем подвергать такому странному упражнению самих говорящих? Они ощущали себя при этом, наверное, младенцами, лепечущими какие-то звуки, или еще даже более странно, потому что младенцы, вероятно, вкладывают в свои речи какой-то смысл, который понятен хотя бы им самим. А в случае иных языков, говорящий на них произносит какие-то звуки для него самого совершенно бессмысленные. И вообще существует ли действительно такой феномен сегодня? Об этом следующая программа. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazis.media.tv Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова